Добрый день! Добрый день! Мы сейчас поговорим о издательстве Путь и о том, как работа этого издательства повлияла на пути, которыми пошла русская философия. Вообще, само название Путь очень показательно и характерно. Это вам не пижонский мусагет, когда каждый еще думает, что это может значить. Путь — слово, понятное всем, но для идеологов этого книгоиздательского проекта оно имело дополнительный смысл, потому что Христос — путь истинной жизни, и, собственно говоря, в этом названии Путь была зашифрована еще и эта смысловая константа. Надо сказать, что слово Путь вообще очень такое любимое слово в период русского философского ренессанса начала века, потому что у нас был Новый Путь, был еще журнал Путь, отдельный совершенно от издательства. Но книга издательства Путь, конечно, выделяется на общем фоне издательской массы тогда, прежде всего, четко и ясно сформулированной своей сверхзадачей. Это задача, во-первых, пропаганды и популяризации достижений европейской культуры в России, и, что немаловажно, позитивный проект, то, что не совсем удалось Логосу и Мусагету. Мусагету удалось, наверное, в части поэтической, потому что блок есть блок, Андрей Белый есть Андрей Белый. А вот именно с точки зрения философской, потому что уже по направлениям издательства там были как книги переводные, как книги непосредственно те книги, которые считалось необходимыми перевести на русский язык и дать возможность прочесть русскому читателю. Это мог быть и экономист Зейпель, это мог быть какой-нибудь мистик. То есть вся широта, широта достаточно, палитра очень яркая. Плюс это книги русских авторов, но отклики непосредственно философские на новинки философской литературы в Европе. Это, допустим, работа Лосского Абергсони, которая не утратила своей значимости до сих пор. Это тоже путь. Это какой-нибудь Кичик Янг о Спинозе и так далее и тому подобное. Но это и собственно серия о русских философах, которая уже таким образом, я бы так сказала, тоже становятся впервые из субъектов философского уговорения России. Они становятся объектами изучения Сковорода, Аскольдов и Козлови и так далее. Почему я так коротко перечисляю? Потому что в отличие от Мусагета, по которому вышел только толстенький сборник коллективный, слава богу, пути повезло, нашелся такой Евгений Галербах. Это петербургский исследователь, внук того самого Эриха Галербаха, который друг и корреспондент Розанова. Он автор блестящей монографии о книгоиздательстве «Путь». И он с дотошностью немца, конечно, собрал полную библиографию, полную библиографию отзывов. Можно не соглашаться с его концепцией, но ты прекрасно знаешь, что если Евгений Галербах кого-то цитирует, то там именно так и написано. Там только так написано, иначе никак не написано. И уже под тем сводком, которые там есть, можно видеть, сколь широк был спектр. И плюс это те книги, которые просто вошли в золотой фонд русской философии. Я уже говорила о «Столпе и утверждение истины», который вышел в пути и стал его бестеллером. Я обязательно уже упоминала «Светний вечерний» Булгакова. Это тоже ключевая для русской философии монография. Можно упомянуть «Мысли и действительность» Раскольдова. И целый ряд текстов, без которых русская философская культура, как в данном случае не собрание личностей, не собрание контекстов, а как библиотека. Она была бы просто невозможна и неполна. Но тут нужно, конечно, пару слов сказать и о контексте, об начале, с итогами более или менее сейчас уже все ясно, и о каком-то таком конечном результате. Но у того же Галербаха проскальзывает то, что это был не условно-офильский проект, слишком велика была рецепция на Европу, слишком ориентация на Европу и поддержка, скажем, тех философских авторов или течений, которые были, может быть, даже и не в тренде. Такие же, как, допустим, Эрн занимался размини. Такой итальянский мыслитель второго плана был платоникой, именно поэтому как раз это было важно для пути. Из всего многообразия книжной продукции книги «Израство путь» я бы выделила, конечно, книгу Эрна о сковороде по следующим причинам. Пытаясь читать сковороду без Эрна, ты понимаешь, что ты не понимаешь ничего. Я очень благодарна Владимиру Францевичу Эрну за то, что он взял и объяснил одним понятным русским языком, что хотел сказать сковорода. Можно считать это интерпретацией, но для меня он именно блестящий популяризатор сковороды, даже просто пересказчик, объяснитель. И я считаю, что если бы из всего многообразия той продукции, которую выпустил путь, осталось бы в книжках только о сковороде, уже я считаю, что проект состоялся бы почему. Потому что, собственно говоря, действительно сковорода – это первый оригинальный наш мыслитель. Все по-разному начинают, откуда пошла русская философия. Кто-то со слова о законной благодати, кто-то с периода раскола. Мне кажется, что как раз всё-таки со сковороды. Как первого человека, который всё-таки... Я понимаю, почему он такой сложный, потому что ему приходится заново брать и формировать философский язык, которого не существует ещё в этих палестинах вообще. Ещё нет никакого философского языка. Поэтому он использует все имеющиеся в наличии. Поскольку он был полиглотом, так он там всего и намешал. Правильно? Вот этот, безусловно, важный проект путейский. Я уже говорила, коснулась скользь брошюры Лоскова о Бергсоне. Дело в том, что здесь происходит немножко другая ситуация. Дело в том, что Бергсон был первоклассной, первой величиной, законодателем дум и мод философских в Европе, значительно происходящей популярности того же Гусруля, который писал на таком языке, которого никто не понимал. В отличие от Гусруля, Бергсон писал на те же темы пространство, время, длительность. Не случайно он нобелевский лауреат по литературе. И книжка, небольшая на самом деле, книжка о Бергсоне, она выдержала несколько, у меня дома лично второе издание есть, тут несколько переизданий она выдержала. Она, безусловно, заслуживает внимания, потому что у Бергсона есть свой недостаток. Он очень часто повторяется. Как раз Николай Ануфович молодец тем, что он напустил всю длину ноты, повторы и красоты стиля, и оставил суть, структуру, такой вот голый каркас идейный, который действительно легко воспринять. Ты понимаешь, что к чему и почему, и можешь с этим дальше работать. Но находясь в Дурынском музее, я, конечно, не могу не сказать о церкви Невидимого Града, который является собой образец блестящей философской соистики. Это как раз дурлинская книжка о Китеже, которая попала и в царскую семью, куда она только не попала, где тоже простым ясным языком была объяснена и описана одна из сложнейших, на самом деле, не только мифологем, но и философем, важных, я думаю, для русского менталитета, это тайное сокрытие знания. Это некое знание, которое не открывается всем, но понятно немногим, тем, кто сам готов его воспринять. Вот этот момент, он тоже очень важен, некая суженность пути, по которому мы идем. И тут, опять-таки, наверное, надо сказать о том, что врата-то узкие. Поль скоро путь – это библейская аллюзия, то еще одна прошура, на которой я хотела бы закончить перечисление, тоже иссоистика – это в обители преподобного Серафима Глинки Волжского. Глинка Волжский по языку типичный модернист. Его упрекали в излишней красоте слоган, но, на самом деле, с моей точки зрения это недостаток, с моей точки зрения это достоинство. И сочетание искреннего религиозного чувства, и одновременно такого очень, по-своему, модернистского языка. Мы начали с барокко, закончили модернизм. Все это архитектурные излишества, но без них культура не полна. Это тоже проект, связанный с личными взаимоотношениями двух людей – Маргариты Кирилловны Морозовой и Евгения Николаевича Трубецкого. Маргарита Кирилловна Морозова – знаменитая московская красавица. Это сказка Андрея Белова в Северной симфонии, оставшейся молодой вдовой в девичестве она Мамонтова, собственно говоря, мать того самого Микки Морозова, который тоже отражен в портретном ряде живописцев первого класса в России. И князь Евгений Трубецкой, который был мыслитель, философ, был благополучно на тот момент уже женат на княже Щербатовой, к моменту возникновения их романа. Причем, насколько мне известно, у нее еще был выбор между Маляковым и княжем Трубецким, и она выбрала княже Трубецкого. Их, собственно говоря, чем это было интересно, чем это гораздо интереснее, чем отношения Эмилия Метнера и Едвиги Фрейдриха. Маргарита Кирилловна Морозова была не только красива, она была еще и умна. И во многом она подсказывала повороты тем. Во всяком случае, темы, сюжеты, проблемы книгозидательства «Путь» обсуждались двумя этими людьми на равных. Естественно, ей приходилось много читать, но без личного взаимоотношения. Это действительно был диалог личности и личности. Булгаков очень хорошо определил в свое время только персонализм, чтобы разговор человека с Богом. Это разговор личности и личности. Вот здесь тоже разговор личности и личности. И поэтому, когда последняя книга книгозидательства «Путь» в 2018 году она вышла, само книгозидательство, естественно, было вынуждено закрыться. И князь Евгений Трубецкой, как известно, ушел с белыми и погиб в Новороссийске. Маргарита Кирилловна осталась в Москве. И, кстати говоря, она была знакома с Дурлиным еще по МРФО, Московскому религиозно-философскому обществу, но она еще и была уже в последний период своей жизни частым гостем этого дома, сохранились фотографии. И, знаете, меня больше всего поразило то, что эта женщина осталась красивой и в старости, и в нищете. Такое внутреннее благородство мало кому удается так прожить, потому что их лишили всего. Они с сестрой там жили в подвале собственного дома. Дурлин мне, конечно, помогал. Это не прямой результат книгоиздательства «Путь», но очень характерный знак и символ. Она была в этом доме, да? Да. На этой террасе она была. Где мы сейчас сидим. Где мы сейчас сидим. Вот в этом саду. Вообще от всего посещения Дурлинского дома у меня, наверное, возникло чувство, которое, ну, оно, собственно, у меня было до этого как знание, да? О том, что невозможно понять историю философии без связей, взаимодействий, контекстов, переплетений, судеб. Но, наверное, здесь, в этом месте ты не просто это знаешь, да? Но в этом месте ты как-то это особенно чувствуешь. Потому что, наверное, не было ни одной комнаты, да? ни одной вещи в этом доме, которое, так или иначе, не было бы связано или не отсылало бы нас к русской культуре, ее самых высоких и самых прекрасных проявлениях. И в этом, я думаю, уникальность вообще этого музея. Если говорить об этом музее как о чем-то таком действительно экстраординарном и удивительном, то это, пожалуй, на моей памяти единственный музей, ну, не единственный, но один из немногих музеев, в которых ты чувствуешь себя дома, да? Ты приходишь сюда, и ты забываешь, что ты в музее вообще-то. У тебя нет этого чувства, нет отстраненности. Ты смотришь не на экспонаты, но ты смотришь на жизнь. И ты видишь не экспонаты, но ты видишь жизнь. И я просто хочу сказать вам большое спасибо за то, что люди, которые здесь работают, это удивительное чудо не просто сохранили, я думаю, что они его создали. Спасибо, спасибо. Ваше бы устало на черство в уши.